Всем привет на Спорт24, время лихих 90-х. Здесь мы вспоминаем, каким был наш футбол 30 лет назад. Тогда все было простым, необычным и просто безбашенным. Даже матчи нашей сборной на крупных турнирах. В этом выпуске мы вспомним легендарную игру сборной СНГ с пьяными шотландцами на чемпионате Европы 92. Перед матчем от британцев дико несло перегаром, но наши парни все равно умудрились им проиграть. В итоге сборная с позором вылетела из турнира, а тренер Анатолий Бышевец сказал мы упустили возможность стать чемпионами. Но прежде чем мы начнем, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте про колокольчик. Шеф, поехали! Начало 90-х, время крушения империй и больших политических потрясений. Всего за несколько лет распалась СССР, с мировой карты исчезла Югославия, а ФРГ и ГДР объединились. Эти события естественным образом сказались и на футболе. Сборная СССР добыла путевку на Евро 92, но сыграть на турнире уже не смогла, потому что страны с таким названием и составом республик больше не было. Выход из ситуации нашел Вячеслав Колосков. Федерацию футбола СССР, где он работал председателем, по его инициативе переименовали в Ассоциацию федерации футбола СНГ. Именно так появилась сборная Содружества Независимых Государств. Тренером команды остался Анатолий Бышевец. Именно под его руководством СССР отбирался на тот Евро. На турнир, проходивший в Швеции, новосозданная команда приехала с 9-й симфонией Бетховена вместо гимна и под белым флагом, на котором красовалась надпись «СИАЭС» – Содружество Независимых Государств. В состав команды попали 14 русских футболистов, 4 украинца, 1 белорус и 1 грузин. Вообще-то в состав СНГ Грузия, страны Прибалтики и Украина, конечно, не вошли, но все тот же Колосков договорился, чтобы грузины и украинцы сыграли за СНГ. Капитаном команды тогда стал бывший киевский динамовец Алексей Михаличенко, основным вратарем – Дмитрий Харин, а его сменщиком – нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Сборная СНГ попала в очень непростую группу. Ее соперниками стали Шотландия, Нидерланды и Германия. В первых двух турах команде Бышевца предстояло сыграть с двумя фаворитами группы – голландцами и немцами. Тяжелее соперников для старта Евро и не придумаешь. Но сборная СНГ сумела с достоинством дать отпор. Добыла две стратегически важные ничьи – 1-1 с Германией и 0-0 с Нидерландами, и повысила свои шансы на плей-офф. Перед последним туром наша сборная имела на счету 2 балла – Шотландия 0, а голландцы и немцы по 3. Оставалось победить немотивированных шотландцев и праздновать выход из группы. Но понимание, что сопернику ничего не надо и что его можно брать голыми руками, сыграло со сборной СНГ злую шутку. Так это вспоминал Анатолий Бышевец. Ситуация оказалась похожей на ту, что сложилась вокруг отборочного матча чемпионата Европы 2008 года «Израиль-Россия». Тогда все почему-то вдруг уверились в том, что команда Хидинка уже выиграла игру, не выходя на поле. «Многие из игроков действительно поверили, что Шотландии ничего не надо», – говорил Бышевец. А перед самым матчем еще и поползли слухи, что Шотландия приехала на стадион Эдерат Спаркин чуть с перепоя. Олег Кузнецов, который в 92-м вместе с Михаличенко как раз выступал за шотландский Рейнджерс, так описывал предыгровой разговор с соперниками. «Договориться мы бы при всем желании не смогли, потому что еще плохо знали английский. Что уж и говорить о шотландском диалекте. Но с одноклубниками действительно пообщались. Не скрою, глагол «хелп» в том разговоре звучал. Правда, не уверен, что мы были правильно поняты. Шотландцы поведали, как весело погуляли почти до утра в ночном клубе. Хотя и без признания все было ясно. Слегка помятый вид плюс перегар говорили сами за себя». А вот что вспоминал Дмитрий Кузнецов. Перегаром от некоторых игроков сборной Шотландии на поле их прям разило изрядно. Накануне игры их заметили в баре. Люди уже отдыхали. Ну а что такого? Шотландцы никуда не вышли. Могли себе позволить немного отдохнуть. В итоге вышли просто поиграть в свое удовольствие. Однако и у нас настрой был слишком благодушный. Казалось, остался самый слабый соперник. Уже в полуфинале себя видели. «Они раскрепощенные были. Шотландцы раскрепощенные. Ничего на них не давило. Они уже вылетели, закончили турнир. И для них игра как была товарища. Поэтому я говорю, не нервы, ничего. Они играли в свое удовольствие. И у них все получалось. И за день видеть в барах все. Может быть это не перегорало, ну не алкоголь, а может быть это какие-нибудь лекарства были, еще кино. Но запах вот был». В 90-х у любого уважающего себя киномана имелась огромная коллекция видеокассет с пиратскими переводами Гаврилова и Володарского. Одной из самых популярных из них был бодрый боевичок с Джеки Чаном в главной роли. Пьяный мастер. В том фильме сенсей Джеки обладал суперспособностью. Он напевался до беспамятства, а потом показывал чудеса в области боевых искусств. Так вот, 18 июня 1992 года сборная Шотландии прожила в похожем режиме. Ночью опрокинуло несколько бутылок виски, а днем нанесло сильному оппоненту неожиданное поражение. Уже к 17-й минуте команда из СНГ горела в два мяча. Оба гола пришли после рикошетов. Первый от головы Харина, второй от руки Цхададзе. В перерыве Бышевец сделал две замены. На поле вместо Сергея Олейникова и Сергея Кирякова вышли Дмитрий Кузнецов и Игорь Корнеев. Однако шахматные перестановки уже не имели практического смысла. Шотландцы выстроили грамотную оборону и шаг за шагом убивали надежду соперника на камбэк. Под занавес встречи в наши ворота залетел и третий мяч. Гарри Макалий старточно исполнил 11-метровый и приговорил команду Бышевца. Перспективная сборная СНГ с позором вернулась домой. Годы спустя Михаличенко говорил, что ничего не унюхал от соперников во время игры. А Кончильскис вообще назвал ту историю про шотландский перегар сказкой. Впрочем, сейчас уже точно не выяснишь, пили шотландцы перед матчем или нет. Да и вообще важно другое. Сборная СНГ упустила реальный шанс побороться за золото. Ведь в те годы в финальном турнире Евро участвовали всего 8 команд. Так что, если бы наши парни вышли из группы, то попали бы в полуфинал. Оттуда до золотых медалей всего 2 победы. Не уверен, будем ли мы с вами еще работать. Но знайте, мы упустили прекрасную возможность стать чемпионами. Сказал Бышевец, прощаясь с футболистами после вылета с Евро. Мне жалко команду СНГ, ведь после сегодняшнего дня она перестанет существовать. Заявил его шотландский коллега Энди Роксбург. Это была чистая правда. Матч на Эйдрад Спаркин стал последним в короткой жизни сборной СНГ. И навсегда вошел в историю, как та самая игра, в которую мы проиграли пьяным шотландцам. Смотрите другие выпуски Лихих 90-х. Ссылки на них в описании, в подсказках и в конце этого видео. И это были Лихие 90-е. Пишите в комментах, о чем вы хотите услышать следующую историю. А еще ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте про колокольчик. С вами был Богдан Горбунов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok